К другим темам. Чиновник в роли школьного учителя. В таком качестве решился выступить министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрий Соколов. Он провел урок природоведения для учеников 6, 7 и 8 классов школы номер 43 заводского района Саратова. Учитель-министр продемонстрировал академические знания в области лесного хозяйства страны и региона, а также посвятил школьников в тонкости труда лесоводов и подробно описал технологию выращивания деревьев. Чиновник старался адаптировать сложные термины для школьников. Так, понятие годовой прирост сосны он сравнил с верхушкой, на которую надевают новогоднюю звезду. Школьники узнали, что леса на территории Саратовской области занимают очень малые площади, чуть более 6%, и что второе название осины – тополь дрожащий. Лесистая Саратовская область невысока, но она разнообразна, представлена Нагорными дубравами. Ближайшая Нагорная дубрава расположена у нас в черте города Саратова. Мне очень понравилось, когда рассказывали про процесс, как сажают ели, как имена не растут, о том, что приход некоторые ели не доживают, то, что мешают одни быстрее вырастают, а другие медленнее. Тема важна с учетом текущего экстремального года, количества лесных пожаров, которые случились по вине человека. Рассказывать об этом детям, школьникам – это очень актуально, потому что они обязательно задумываются об этом, и, может быть, кому-то своим сверстникам расскажут о правильном поведении на природе и обреженном отношении окружающей среды. Школа номер 43 для такого урока была выбрана не случайно. Она с экологической направленностью. Здесь организован тематический музей с экспонатами природы родного края. После урока министр подарил школьникам памятки об экологическом поведении, а директор школы в преддверии Нового года вручил чиновнику символ будущего года – фигурку обезьяны.